Всем доброго утра, с вами Владимир Левченко и программа «Рынки. Зачем следить сегодня?». Глобальные финансовые рынки в конце прошлой недели резко выросли, отыграя значительную часть тех потерь, которые были в начале прошлой недели. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в такой символически негативной территории, но в целом, конечно, картина пока здесь никоим образом не поменялась. Наш отечественный фондовый рынок тоже после небольшой коррекции пытается восстановить свои позиции, но и сегодня будет большая порция макроэкономических данных выходить в целом по всему миру. Китайские цифры мы уже видели, на них китайский фондовый рынок вырос, но будут еще большие обзоры о перспективах глобальной экономики в целом по отдельным европейским странам и так далее. Что в целом интересного было на прошлой неделе, чего ждать тут недели текущие, обсудим ситуацию с нашим экспертом. У нас на связи советник по макроэкономике компании «Открытие» Сергей Хистанов. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Сереж, ну вот что, какие ключевые события, на ваш взгляд, будут на текущей неделе и как они могут повлиять на рынки? Мне кажется, интрига относительно роста инфляции в США еще не отыграна рынками. Скорее всего, она продолжит развиваться. И от того, как будут реагировать на рост американской инфляции и рынки, и самое главное ФРС, какова будет риторика представителей ФРС, эти факторы очень сильно отразятся на американском, скорее всего и на европейском, и, соответственно, на российском рынке. Причем интересно заметить, что даже очень осторожные высказывания госпожи Дженнет Йейлен по поводу роста американской инфляции вызвали довольно бурную реакцию рынка. Это говорит, что даже небольшие такие вербальные интервенции могут иметь далеко идущие последствия. Здесь я бы еще на Китай обратил внимание. Мы, с одной стороны, видим, что сегодня китайский фондовый рынок растет, несмотря на то, что цифры макроэкономические вышли по хуже ожиданий. И мы видели, что после данных о инфляции китайской, да еще перед этими совершенно сногсшибательными цифрами по американской инфляции, китайское руководство заявило о том, что они продолжат давить на тормоз и охлаждать китайскую экономику. Ну а китайская ликвидность, она ключевая в мире, да и она все последние, так скажем, десятилетия перевешивает ликвидность американскую. Пока рынки не видят вот здесь проблем, как вы считаете, дойдет это до рынков или нет? Дело в том, что проблемы при желании в Китае увидеть можно. И часть этих проблем уже достаточно хорошо видны. Дело в том, что если в США и в Евросоюзе доходность к погашению десятилетних госбумаг США американских, в Евросоюзе, наверное, имеет смысл концентрироваться на немецких, остается на достаточно низких уровнях, то в Китае, несмотря на небольшую коррекцию в последнее время, она находится на уровне свыше 3,1%, что вообще говоря, достаточно много. Вот именно в Китае видно очень большое отличие между текущей, достаточно низкой инфляцией, которая ниже целевого уровня, и достаточно высокой доходности десятилетних госбумаг. То есть даже китайский рынок, несмотря на всю риторию китайских властей, ждет, что либо в Китае разгонится инфляция, либо заметно упадет доходность погашения десятилетних госбумаг. Поэтому как раз, возможно, китайский рынок, по крайней мере, пока достаточно неплохо верит в рост инфляции в Китае. И хотя те же 3% никакой катастрофой для Китая не являются, в конце концов, были годы, когда там инфляция была радикально выше. Но если оглянуться назад, то примерно с 2012 года по началу пандемии в Китае инфляция очень четко держалась в районе 2%, и вот эти инфляционные ожидания, которые чуть выше 3%, это намек на то, что есть шанс увидеть достаточно высокую китайскую инфляцию. Ну да, то есть мы видим всплеск абсолютно инфляционный по всему миру, но рынки пока верят в то, что глобальные и центральные банки все, причем вот эту инфляцию продолжат игнорировать. То есть суслик он есть, но мы его не видим. Ну вот история последних буквально дней, то есть выходных. Как вообще относитесь к Илону Маску и его вот этим манипуляциям, причем не только криптовалютным рынкам? Вот сегодня прям такие очень интересные колебания были по всем криптовалютам. Тут буквально за несколько минут до эфира Маск выдал, что Тесла не продала еще ни одного биткоина. Непонятно будет ли продавать или нет, но колебания там были достаточно серьезные. Да и сами акции Теслы последние недели ведут себя не лучшим образом. Вот американская комиссия по ценным бумагам и биржам, она не начнут обращать на подобные действия или нет, как считаете? И к чему это вообще может дальше привести? Ну тут, наверное, надо разделить вопрос на два совершенно разных вопроса. Я достаточно осторожно отношусь к криптовалютам в принципе. Дело в том, что сама по себе идея частных денег в той трактовке, которая была описана Нобелевским бауриатом Фридрихом фон Хайеком, довольно интересная. Но до тех пор, пока не появятся на рынке какие-то криптовалюты, за которыми стояли бы крупные корпорации, с понятными и прописанными формально правилами, соответственно, эмиссии, с понятными правилами стоимости, мне кажется, криптовалюты будут оставаться уделом либо энтузиастов, либо людей, которые сознательно ищут высоких рисков ради сверхвысокой доходности. Кстати, в этом плане, к сожалению, удручает реакция регулятора на инициативы достаточно крупных компаний по продвижению криптовалют. В частности, инициатива... Ну а если коротко, Сереж, на сожалению, не так много времени. А за маском-то придут или нет, как считаете? Это тоже определенный прецедент. В зависимости от того, придут или не придут, это окажет существенное влияние на публичную активность других руководителей крупных компаний, по крайней мере, по отношению к криптовалютам. Давайте перейдем к нашему рынку. У нас, к сожалению, поступила информация о аварии на трубопроводе Лукоила в республике Коми. До этого, понятно, что сейчас на открытии основных торгов наверняка будет реакция на нашем финансовом рынке. До этого мы видели, что зимой была история с ГМК «Норийский никель» тоже с аварией. Тогда, кстати, акции «Норникеля» практически на минимальной реакции индекса московской биржи потеряли 30%. А вот какие выводы можно сделать из вот этой аварии и какая, на ваш взгляд, будет реакция рынка? Ну, прежде всего, нужно сделать глобальный вывод о том, что значительная часть российской инфраструктуры достаточно стара, и подобные аварии, скорее всего, нас ждут и в будущем. А вот последствия для рынков, как для конкретной акции, так и для рынка в целом, естественно, будут зависеть от масштаба аварии. То есть пока та информация, которая находится в публичной плоскости, позволяет сделать вывод о том, что все-таки вот последнее происшествие, это достаточно невелико с точки зрения физических последствий, поэтому если действительно масштаб разлива окажется, ну, хотя бы примерно соответствовать тому, что было сказано, то это все-таки мизерная, очень небольшая авария по сравнению с тем, что произошло в Норильске. Это несопоставимые масштабы, там на порядке отличаются объем разлива. Но, с другой стороны, и это тоже в жизни часто бывает, к сожалению, иногда реальные последствия бывают гораздо больше, чем первоначальные о них сообщения. Ну да, вот это вот то, что это может стать системой, вот это очень серьезная история, причем, наверное, не только для Лукойла или для Норильского никеля, а в целом для отечественного фондового рынка, да и для нашей экономики. Спасибо огромное, у нас в связи был Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие», ну, а торги на московской бирже, основные торги начинаются прямо сейчас, посмотрим, что там происходит. «Открытие» 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 «Открытие»